Ну что ж, 2019 год подходит к концу, а нам с вами пора подводить итоги. Поехали! Всем привет, привет, с вами я Алина, и сегодня в этом видео я поделюсь теми книжечками, которые просто тронули мое сердечко. Те книги, которые стали для меня лучшими в 2019 году. Если смотреть вообще количество книг, которые прочитала в этом году, их вышло достаточно мало, но большинство книг, которые прочитала, мне понравились. Конечно, не все зашли в это видео о моих самых любимых книгах в этом году, о моих открытиях, нет, но здесь большинство книг, которые я прочитала. В этом году я открыла для себя несколько авторов, которые стали моими любимыми, которых я теперь просто жить не могу и собираю, и все книги. Я думаю, некоторые уже догадываются, о каком авторе идёт речь, и давайте скорее уже приступим, я хочу вам поскорее показать все эти книжечки. Орудие смерти Кассандер Клэр. Именно с этой серии у меня началась любовь к этому прекрасному автору, которого я просто обожаю и жду её книг, как и не знаю чего, просто. У нас Орудие смерти Городкостей первая книга. Помню, с какими сомнениями, я вообще боялась читать эту серию, наверное, года три я всё собирала, собирала, собиралась, и вот наконец-то, наконец-то это случилось. Я взяла эту первую часть, мне было очень страшно, что мне не понравится, что мне не зайдёт, но в итоге эта книга мне настолько сильно понравилась, просто я погрузилась в этот мир, полюбила всех, ну не всех героев, а некоторых героев полюбила. Странные отношения с героями, то есть некоторых героев я в первых книгах ненавидела, а там в пятой, в шестой книге я понимаю, что это теперь мой любимый герой. Вот, остановите землю, я сойду. Сейчас я быстренько покажу все книжки, чтобы вы полюбовались, потому что они очень красивые. Это у нас Городкостей, с чего у нас всё начинается. Город праха, город стекла, город падших ангелов, город потерянных душ, и вот такой вот прекрасный таламутик любименький, это Город небесного огня. В этих книгах у меня просто стикеры, 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 очень много стикеров. Да, я полюбила клеить стикеры в 2019 году, просто залепливала ими все свои любимые моменты. Я очень рада, что я так делала, потому что потом, когда я соскучусь по героям, я могу не перечитывать книги, а перечитывать какие-то свои любимые моменты. И, в принципе, я буду понимать суть, что там происходило, и это очень здорово. На Орудие смерти у меня есть отдельный обзор, ссылочку я оставлю внизу в описании, вы можете его посмотреть. Но могу сказать то, что если вы будете спрашивать, как я читала эту серию, потому что у многих возникают такие вопросы, то я сначала читала первые три книги Орудия смерти, а потом три книги Адские механизмы. Я очень долго думала, как же мне всё-таки сделать. Читала разные отзывы, в интернете смотрела и на ютубе смотрела, кто как делал. Но для себя решила сделать именно так, чтобы не ловить спойлеров в шестой части Орудия смерти. И я вообще ни капельки не пожалела, что так сделала. Мне безумно понравилось так читать, и я всем именно так советую читать. После трёх книг Орудия смерти я читала Адские механизмы. Адские механизмы — это просто моя любовь, я просто это мой алмазик, честно. Потому что Орудия смерти мне даже понравились немножечко, вот настолько меньше, чем Адские механизмы. На самом деле сейчас такая счастливая, что рассказывала об этих книгах вообще. Знаете, вот когда ты рассказываешь о своих любимых книгах, когда делюсь ими с вами, то я получаю настолько много заряда энергии, настолько такого тепла, не знаю, уюта. Мне так нравится об этом рассказывать, нравится рассказывать о своих любимых книгах. И вот. «Механический ангел», «Механический принц» и «Механическая принцесса». Пожалуйста, напишите в комментариях, хотите ли вы обзор на эти книжечки, потому что я бы его сняла. Я уже остыла к этим книгам, ну как именно, мои эмоции под утихли, потому что когда только прочитала эту серию, я просто, мне метали гром и молния, я и плакала, и рыдала, и смеялась. В общем, всё в этих книгах у меня было. Настолько они такие показались мне эмоциональными, настолько я полюбила героев, вот серьёзно. В этих книгах я настолько сильно полюбила героев, как, наверное, никаких героев ни в каких книгах. Только же мне Кассандра Клэр тут раз разбила сердечко, и я просто, просто не могу. И здесь вот в третьей части, просто как же я трудала, ребята. Третья часть — это просто стекло, 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 стекло. Так, в общем, да, это вот такая вот Кассандра Клэр. И также после прочтения этих двух серий я начала собирать дополнения, у меня и раскраска есть, и всякие там дополнительные книги, типа Кодекса Сумерчных Охотников, там книга на языке цветов. У меня это всё-всё-всё есть, но из того, что я прочитала, что мне тоже очень понравилось, сейчас я вам покажу. Это у нас больше продолжение Орудий Смерти идёт, но также здесь у нас есть и спойлер-рекадские механизмы, поэтому нужно прочитать две серии, прежде чем читать эту. Но, в принципе, здесь у нас идёт именно прямое продолжение после Орудий Смерти. Здесь у нас главным героем является Саймон, и появляются также многие другие герои, также из адских механизмов герои-то тоже есть. И, в общем, всё здесь тоже так интересно было прописано, было интересно читать и следить за тем, как происходит развитие наших героев после окончания основных серий. Вот ещё одна книга — это «Призраки Сумеречного Базара», вот так она выглядит. В этой книге две части, я прочитала только первую часть, потому что слышала, что у второй части есть спойлеры, и я пока не знаю, буду читать её или нет до выхода «Тёмных искусств», вот. Но вот первая часть мне тоже безумно сильно понравилась, здесь у нас такие небольшие рассказики, которые связаны между собой, и здесь у нас главным героем является Джем из «Адских механизмов». Опять же, тут есть спойлеры к обеим сериям, поэтому нужно прочитать и ту, и ту, чтобы приступить к этой серии. В общем, это тоже прекрасная книга, которая доставила мне массу впечатлений, массу эмоций, и я находилась со своими любимыми героями вот в этой вот книжечке. Ну что ж, о концентре Клэр мы с вами поговорили, а теперь давайте я вам покажу следующие книги. Давайте всё-таки, если мы начали серии, давайте сначала покажу серии, тут их осталось ещё две. Первая серия — это «Бумажная принцесса Эрин Уад», это серия, которая тоже такие тёплые эмоции в себе несёт. Я её читала летом, и вроде бы в двух частях всё ещё даже в марафоне, давайте что-то читать чтение, вот. И также у этой серии есть продолжение, но именно вот мои самые любимые — это вот эти вот три части. Я читала ещё продолжение про Истона, но всё-таки эти книги не так меня сильно тронули, и не так сильно мне понравились, как вот эти вот первые три. У нас первая часть — «Бумажная принцесса», вторая часть — «Сломленный принц», и третья часть — это «Разрушенный дворец», как всегда. Стикеры, стикеры, ещё раз стикеры, их тут максимально большое количество. Серия мне понравилась, что тут были такие неожиданные повороты сюжета, я вообще не ожидала, знаете, вот просто Эрин Уад, она настолько интригующе заканчивает свои книги, что-то прочитала одну и такой «О, боже мой, так срочно-срочно заказываю вторую часть, читаю её». И вот так вот, пока мне прочитать всю серию, вот в этой, конечно, книге последней тут был такой нормальный конец, но вот в первой и второй книге тут такой был конец, что нужно было сразу же хватать продолжения, и поэтому эти книги у меня улетели где-то вообще за три дня, ну, в общем, вот в таких вот временных рамках я прочитала эти книги. Они очень понравились, очень-очень сильно, и я даже хотела как-то снимать обзор на эти книги, я даже не знаю, снимать его или нет, но пишите комментарии, хотите вы или нет, потому что как-то давно спрашивала, кто-то писал, что надо, но я что-то как-то затянула, и вот уже, наверное, полгода прошло, а обзор я всё-таки так и не сняла, но если вы хотите, то я, конечно, сниму. И вообще, кстати, да, главная героиня мне тут очень нравилась, Элла. Элла, она такая прям боевая, и в последнее время я стала замечать, что мне нравятся именно такие главные героини, которые там нюни разводят, а которые такие прям могут за себя постоять в каких-то ситуациях, они тут себе не глупо, в общем, почему-то вот в последнее время я люблю именно такие главные героини, и они меня вдохновляют. Серия, о которой я, на самом деле, думала долго, включать в лучшие книги или не включать, и до сих пор у меня какие-то сомнения есть насчёт этой серии, но всё-таки я вам её покажу, это у нас Алла и Зима, Марионет. Почему вот у меня такие вот смешанные впечатления? Ну, потому что эти книги, они на любителя, но в этих книгах мне настолько сильно понравилась вот эта вот японская атмосфера, вот эта вот японская мифология, а самое главное отношение между главными героями — это Эми и Широ, особенно Широ, это просто такой персонаж, который мне запомнился на очень долго, и я очень теперь люблю, на самом деле, этого героя, этого персонажа, и прям вот из мужских героев, это, наверное, они из моих любимых теперь персонажей, это именно Широ. Картинки, ну, я уже, думаю, не буду о них долгом рассказывать, я всегда об этом говорю, тут прекрасные картинки. В этих книгах зимняя атмосфера, поэтому не поздно их начать читать, но, опять же, я во всех видео своих предупреждаю, что эти книги зайдут не всем, они не всем понравятся, здесь японская мифология, которая может некоторых оттолкнуть, но, как я говорю, что я не была знакома с японской мифологией вообще никак. Единственное, я смотрела несколько аниме, и всё, на этом всё, как бы, ну да, я много чего не узнала, знаете ли. И книги мне было поначалу, конечно, читать сложно, но, знаете, я не могу сказать, что мне читать было сложно, и это как-то меня раздражало, нет, мне, наоборот, было интересно смотреть в глоссарии эти термины, что это означает, это всё запоминать, и вот, знаете, мне прям даже такое удовольствие несло, мне-то было интересно делать, поэтому это, конечно, на любителя, но прочитайте первую часть, я думаю, вы поймёте, нравится вам эта серия или не нравится, но лично я бы вам порекомендовала хотя бы просто попробовать, возможно, он тоже зайдёт так же, как и мне, потому что Шира, вот, знаете, вот, из-за Шира, просто из-за Шира можно прочитать всю эту серию, хотя бы первую часть, потому что он просто, ну, просто милашка, хороший, и у него классный характер. Дайте мне, пожалуйста, Шира в реальной жизни. Точные книги, как-то я очень быстро рассказала, просто с большинства серий, так, так и тут немало, но вот именно из-за того, что серии, как-то мы быстро по ним пробежались. Давайте покажу вот книжку Роялса Рэйчел Хокинс. Это, знаете, вот прям такая настолько лёгкая книга, настолько ты с ней отдыхаешь, и она настолько для меня была приятная, поэтому я её включила в этот список, она несёт себе какого-то смысла, чего-то там супер какого-то мира, продуманного сюжета, например, как у Кассандры Клэр. Нет, но книга настолько мне принесла удовольствие, настолько она мне зашла именно в то время, когда я её читала, настолько она меня прям затронула. Повторяюсь, во всех своих видео, что я обожаю атмосферу замоков, атмосферу принцесс, принц и так далее, а в этой книге именно такая атмосфера. Она, возможно, не прям именно вот... Наши главные героини, она не принцесса, она сестра принцессы. Ну, вот вся атмосфера такая, знаете, прикольная, вроде бы, знаете, вот вы читаете, и вы тоже там не принцессы, но побывать вот в этом всём атмосфере, вот в этой вот всей атмосфере платьев, замков. Штучка есть, это почувствовать себя приглашённым, да, королевское бракосочетание, и это вот серьёзно, так вот серьёзно, если вы будете читать эту книгу, вы себя именно почувствуете таким вот гостем, подругой, главной героини, и просто вот такие вот у меня тёплые ощущения от этой книги, и прям вот, прям вот очень я её люблю, и да, она, возможно, прям такая летняя, яркая, но я её прочитала, получается, зимой, нет, не зимой, я прочитала её в конце ноября, вот, но всё равно такая, вы знаете, здесь классная атмосфера, которая подняла мне настроение и вот спасла от учёбы. Следующая книга, она у нас так прям идёт на контрасте между этой книгой, прям такой жизнерадостной, можно так сказать, здесь у нас дерево растёт в Бруклине, и тут такая атмосферная обложка, она настолько, вообще вся книга атмосферная, и я когда снимала для вас читательский влог, я говорила, что всё, эта книга будет влюбимой, потому что она мне так нравится, она меня так поразила, и бам-бам-бам, у меня столько было эмоций, и да, эта книга вошла в любимую, потому что, ну, эта книга, она для меня прекрасная, она мне понравилась тем, что здесь у нас описывается детство нашей главной героини Фрэнси, и описываются просто все события, которые происходят у неё в жизни, и мы учимся на её ошибках, мы понимаем, что в каких-то там моментах мы поступаем неправильно, и Фрэнси это тоже понимает. Когда мы смотрим на какие-то ситуации, например, на те же ссоры с родителями со стороны, и вот это вот настолько всё меня тронуло зато, что настолько мне это всё понравилось, и проживаем просто все события, которые могут только быть, и рождение, и смерть, и унижение, и какие-то достижения, и взлёты, и падения. Институт находит первую работу, она живёт в бедной семье, но семья её любит, семья у неё хорошая, и поэтому всё тут в этой книге такое светлое, но бывают, конечно, такие моменты, когда просто хочется поплакать вместе с этой книгой, потому что описываются такие прям грустные моменты. В общем, знаете, вот эта книга доставила весь спектр эмоций, которые у меня может быть. Это и радость, и грусть, и печаль, и когда я переживала за Фрэнси, и когда я просто восхищалась Фрэнси, и когда меня Фрэнси бесило, в общем, всё-всё-всё-всё-всё вот в этой книге есть. Поэтому, если вы не читали эту книгу, я действительно советую вам прочитать. Особенно если вам до 18 лет, то просто прочитайте эту книгу, и мне кажется, вам понравится. Я так люблю эту книгу. Так, ладно, давайте поступать к следующей. Осталась последняя книга, которая выйдет в список лучших книг за 2019 год. Это Тиана Сеттерфилд и её пока из чё-то. Эту книгу я прочитала на протяжении декабря. Она у меня, знаете, в такое сложное время сессии досталась. И, знаете, я читала про весь декабрь, но настолько она мне достала так же много впечатлений. Настолько она мне понравилась, неожиданная. Но как бы не совсем, конечно, мы, в принципе, понимаем, что произойдёт в конце. Но как это описывает Диана Сеттерфилд, слог Дианы Сеттерфилд. И вообще, в принципе, то, какой сюжет такой немножечко, знаете, плавный, растяжный, прям как река, которая вот покачивает река. А вот серьёзно, сюжет здесь такой вот плавный, как река спокойная. И я не всегда такое люблю в книгах. Но вот именно Диана Сеттерфилд это так преподносит, что, несмотря на такой, вы знаете, плавно развивающий сюжет, это вам считать очень интересно, и вы ждёте, что там будет дальше. Много героев, они так прекрасно все описаны. И вообще, вот Диана Сеттерфилд — это просто такой автор, который пишет настолько прекрасно, что ты погружаешься в эту книгу, тебе не хочется её отпускать. У Дианы Сеттерфилд я читала 13-ю сказку, которая также меня поразила, и вот пока Чётрика также. Ещё у Дианы Сеттерфилд учёшься какая-то одна книга, и вот я не знаю, читать её или не читать, но вот пока Чётрика мне тоже безумно сильно понравилась. Что ж, а на этом было всё моё видео. Надеюсь, вам понравились книжки, которые я сегодня показала, потому что я очень люблю данные книги, и поэтому делюсь с вами. И, в общем, вот такие прекрасные итоги у меня получились. Я просто очень довольна, что в этом году я нашла столько классов, настолько много интересных книг, открыла для себя множество классных авторов, которые я теперь очень сильно люблю. А ещё напишите в комментариях, есть ли у вас новогоднее настроение, потому что то, что сейчас у нас происходит на улице, это просто кошмар. У нас ливни, дожди, ветер, и, в общем, всё-всё-всё не новогоднее, но я хоть как-то пытаюсь создать эту новогоднюю атмосферу, надеюсь, у меня это получается. Всем пока-пока!